Президент страны Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Основные его направления обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции в республике. Указ президента предполагает дальнейшее усовершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции. По обновленному документу расширен список сведений о родственниках, которые должны предоставлять претенденты на госслужбу. Это сделано для предотвращения конфликта интересов на рабочих местах. О противодействии коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления Чуваши рассказал Юрий Васильев. По решению главы республики администрация может провести проверку в отношении любого гражданского служащего при наличии на то основания. Выявление администрации главы республики достаточных оснований для проведения проверки в отношении служащего и отсутствия организованной госорганом проверки трактуется нами как бездействие ответственных за антикоррупционную работу лиц и руководителей органов исполнительной власти. Внушительными остаются долги за аренду госимущества и земельных участков, которые находятся в собственности муниципалитетов. Эта сумма сегодня достигла практически 260 миллионов рублей. На город Чебоксары приходится 176 миллионов. При том, что в эту сумму еще не входят долги скандально известных коммунальных технологий. Понятно, что наша задача под ноль эту задолженность сократить. Мы работаем, по сравнению с 2014 годом это 345 было миллионов рублей. Вот стараемся как по максимуму эту сократить. Но на конец года задачи до 130 где-то миллионов довести. Договоры расторгаются, продолжаются судебные тяжбы, но суммы с арендаторов взыскиваются небольшие. За работу с должниками отвечают главы городов и районов. И эту работу нужно выстраивать эффективнее, подчеркнул глава Чувашии. Среди тех, чьи долги не снижаются, а наоборот растут Ядринский, Аллатрский, Маргаушский, Чебоксарский районы и город Шумерля. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.